Ребята, всем привет! И в этом видео я хочу рассказать вам о моих любимых книгах, поделиться какими-то моими находками. И поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, не забудьте подписаться на мой канал, если вы ещё этого дней сделали. Ну и давайте начнём! Первая книга, которая запала мне в душу и которую я прочитала совсем недавно, это книга «К тебе нежно». Вот она у меня здесь, и её автор Ольга Примаченко. Я хочу не просто рассказать вам о книгах, а также поделиться какими-то лучшими инсайтами из этих книг, чтобы вы поняли, насколько вам эта книга откликнулась или нет, и, может быть, тоже захотели бы её прочитать. Собственно, инсайты книги «К себе нежно» я выписала себе, и первое из них, наверное, одно из самых важных, его можно сформулировать как «Твоего не хочу достаточно». В чём суть? Это очень важно, говорить людям, что «я не хочу что-либо делать», и не обязательно аргументировать это. То есть, если вы не хотите с кем-то встречаться, идти на какое-то мероприятие, не нужно придумывать тысячу аргументов, не важно, правдивы они или нет, достаточно просто сказать, что «я не хочу общаться с вами», «я не хочу идти куда-то», и этого будет достаточно. Обычно внутренние ощущения человека уже подсказывают, как правильно нужно поступить, и это довольно важный инсайт из этой книги. Следующий аргумент в пользу этой книги можно выразить в одной фразе «Зрелого человека чужая позиция не раздражает». Я это тоже осмыслила, как-то пропустила через себя, а это действительно правда. Чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что спорить бесполезно, особенно если у вас с человеком абсолютно противоположные точки зрения. Когда вы спорите, ты-то пытаешься доказать что-то своё, и человек тебя не слышит, а человек в ответ тоже на тебя как бы нападает, пытается доказать своё, и тоже тебя не слышит. И какой смысл в таком диалоге, в таком споре, если вы просто пытаетесь доказать каждый и остаться при этом при своём мнении? Поэтому я всё-таки в очередной раз поняла, что спорить это бессмысленно. Если у тебя особенно нет на это никаких сил, или если ты понимаешь, что спор действительно не оправдан, то есть это просто потратить энергию на человека. Поэтому, да, действительно, нужно, наверное, сто раз подумать, прежде чем вступать в спор с человеком, потому что обычно это ни к чему не приводит. Иногда проще просто остаться при своём мнении и уйти с этой темы, которая вызывает спор. И ещё одна важная цитата — это ответ на навязчивые предложения. Можно ответить «Со мной всё в порядке, спасибо». Это действительно так. Если, например, не знаю, ну, взлом в салоне красоты вам говорят, что вот вы знаете, если вы ещё сделаете у нас брови или заламинируете ресницы, вы будете выглядеть просто шикарно, ну, как бы подразумевая, что сейчас вы выглядите не очень. Но если вы в ответ скажете «Со мной всё в порядке, спасибо, мне и так нравится, как я выгляжу», то мастер просто не найдётся, что вам ответить, потому что, ну, раз вам нравится, зачем я буду вам что-то предлагать. И это действительно так, потому что это, как бы, такой один из, мне кажется, ходов маркетинга сделать человека уязвимым, заставить его думать, что он чем-то хуже других, не подходит к какой-то стандарт, и это плохо, плохо, что у него короткие условно ресницы, хотя это неплохо, это просто его особенность, ну, короткие, короткая, какая разница, если ему так комфортно. И маркетологи этим пользуются, и вы должны понимать, действительно ли вы будете чувствовать себя лучше после того, как сделаете эту процедуру, или вас просто заставили так себя почувствовать, на самом деле вас до этого всё устраивало. И четвёртое — это хранить только те вещи, которые вас любят. Это очень важный пункт. Он говорит о том, что человеку очень важно хранить только те вещи, которые заставляют его радоваться, которые хранят какие-то воспоминания. И, собственно, именно эта тема плавно переводит нас к следующей книге, которая мне очень-очень откликнулась, это книга про минимализм. Автор этой книги Джошуа Бейкер, и, собственно, книга называется «Меньше значит больше». Девиз этой книги — «Минимализм как путь к счастливой и осознанной жизни». Это очень крутая книга, и она уже отправилась к моей маме, от мамы она отправилась к моей лучшей подруге, потому что то, как я о ней рассказывала, их реально зацепило. Я, в принципе, по натуре своей человек, который очень-очень любит выкидывать вещи, ну, именно ненужные какие-то, я легко избавляюсь от этого. Но когда я прочитала, я поняла некоторые довольно сложные механизмы. И там, например, рассказано, что у старшему поколению сложно выкинуть вещи, потому что если люди, например, жили в голод, вот, как вот, например, моя бабушка, когда она была маленькая, послевоенная, они жили очень бедно, и это накладывается на дальнейшую жизнь, и вот она в течение 70 лет это всё пронесла в себе, и это действительно так, что пожилым людям очень сложно выкидывать вещи, они вот это хранят, и не нужно на них за это обижаться. И я просто этого раньше абсолютно не понимала, и эта книга открыла мне в глаза, что это не черта конкретного человека, а черта всего поколения, потому что если человек в своей жизни испытал какие-то лишения, нищету, голод, жил бедно, то он будет заниматься не то, чтобы накопительством, но жить про запас. Я куплю себе не одну пачку гречки, а три, чтобы две у меня всегда было про запас. Вот это такая психология просто, и это никак не изменить, и это нужно принять. Что советует ещё эта книга? Ну, условно, если ты разбираешь гардероб, то это сделать не так сложно. Ну, если ты, например, не носил вещи три года, или там год, или за сезон ты её ни разу не носил, значит, ты всё, она тебе не нужна, ты из неё вырос, она тебе просто разонравилась, отдай её просто другому человеку, либо отправь на переработку, либо отправь в благотворительный фонд, это всё так. Но есть вещи, которые более сложные, такие, например, как подарки. Подарки, минимализм — это правда моё открытие, потому что я никогда не знала, что делать с вещами, которые, например, мне подарили, но я понимаю, что они захламляют место. То есть мне подарок разонравился, или он просто изначально был ненужный, какая-нибудь ситуэтка, и ты просто думаешь, блин, а если человек обидится, он видит, что у меня её нет, и обидится. Но на самом деле это не так. Во-первых, та вещь, которую тебе подарили, она уже начинает принадлежать только тебе, и ты вправе сделать с ней всё, что угодно. И избавляться от подарков нужно. Если они правда захламляют место, и ты считаешь, что они тебя как-то раздражают, то есть они просто занимают лишнее пространство. Но чтобы избежать в дальнейшем такого как бы неприятного ощущения, что ты не знаешь, что делать с вещью, нужно изначально говорить человеку, что тебе нужно. Есть два варианта. Либо просить дарить воспоминания какие-то, какие-то памятные вещи. Это, например, могут быть, не знаю, билеты на концерт, совместные билеты в кино сходить, то есть, например, устроить какой-то праздник, устроить вечеринку, просто подарить вам, например, вы очень хотели порисовать красками. Если вам человек подарит пробный урок, или там, например, на неделю какой-то курс, где вы можете порисовать, прийти в студию, это круто. Это подарит вам искренние эмоции, и вы будете помнить об этом. И это будет гораздо более ценный подарок для вас. То же самое, это может быть какое-то приглашение на чайную церемонию, если вы очень любите чай, но это так. Это очень и очень крутой выход из сложившейся ситуации. Если же вы всё-таки хотите подарить вещь, то попросите создать человека виш-лист, как бы, да, список желаний, потому что тогда вы точно будете понимать, что эту вещь человек хочет, а не просто, что вы купили что-то на свой вкус. Нет. Тогда, собственно, человек, который что-то празднует, да, он должен создавать список, который бы включал в себя довольно большое количество позиций, и разные позиции должны варьироваться по стоимости, чтобы дарящий человек мог, собственно, определиться, что ему подходит и по цене, и по тому, что он мог бы вложить в этот подарок. Так что это очень и очень крутой выход из данной ситуации, чтобы вашу жизнь, после того, как вы её расхламите, например, от старых вещей, не попадались новые ненужные, которые приходят извне. Кстати, очень важный пункт по поводу книг. Я уже говорила, что книга про минимализм отправилась к моей маме, а затем отправилась к моей лучшей подруге, и это также очень хороший выход для тех, кто любит читать, но не готов хранить у себя дома огромное количество книг, потому что, ну, их правда, если ты очень любишь читать, они просто копятся. Что в таких случаях делать? Просто обмениваться книгами. Так, например, вот эта книга «К себе нежно», она изначально была Дарьи, моей лучшей подруге, и просто она мне её дала почитать, и, собственно, потом она обратно отправится к ней. То же самое, что я ей часто даю какие-то книги, которые мне понравились, и которые её точно так же зацепили. Это очень круто, это выход, чтобы не покупать одинаковые книги, и эти книги будут просто занимать меньше места. Это очень хороший выход. Следующая книга моего любимого автора Джона Стрелейки, и это книга «Сафари для жизни». Это уже третья книга, которую я читаю у этого автора. Вообще, Джон Стрелейки — это мотивационный спикер, он говорит о жизни, о том, как важно знать свои цели, желания, и как важно жить именно согласно своим желаниям, а не согласно тем нормам общества, которые установлены. И, собственно, в этой книге он говорит о пятёрке для жизни. На самом деле здесь эта тема только затрагивается, но у него есть целые книги об этом, которая так и называется «Пятёрка для жизни». В общем, в чём смысл? Человек должен выбрать пять вещей, которые он обязан прожить в своей жизни, то есть что-то испытать, почувствовать, где-то побывать. Вот у Джона, например, одна из пятёрок жизни было побывать в Африке, и он целый год путешествовал по Африке, это было его самое первое масштабное путешествие, и как раз-таки в этой книге описывается это путешествие. Также там проговаривается о пятёрках жизни других людей из Африки, с которыми он посрещался, и где он вообще узнал об этой концепции. В общем, это очень круто. Следующая книга, я тоже хочу посоветовать её от этого автора, и это первая книга, которую я прочитала, — это «Возвращение в кафе». Она крутая, она очень мотивирует тебя выявлять свои истинные желания какие-то, поэтому я рекомендую этого автора, если вам нравится читать про... Знаете, это не просто мотивация, это именно рассказ. То есть он это больше... Я не знаю даже, как он это делает, но это какая-то художественная литература, которую ты читаешь, и ты просто просветляешься как будто. В общем, очень-очень люблю этого автора. И последняя книга — это книга «Важные годы». Она очень и очень тоже мне откликнулась, потому что эта книга рассказывает о периоде жизни с 20 до 30 лет, о том, что это самые важные годы в жизни каждого человека, потому что именно в эти 10 лет человек совершает самый, наверное, быстрый скачок в развитии, в росте. Он начинает формироваться как личность, формирует именно в этот период какие-то свои ценности, и именно эти 10 лет очень и очень важны, потому что становится понятно, что из себя будет дальше представлять человек. Автор этой книги — она психолог, и когда она начала вести практику, то очень многие и многие её пациенты были как раз-таки людьми в возрасте после 30 лет, которые не знают, как жить дальше, потому что эти важные годы, они прогуляли, например, и просто сейчас не знают, как из этого выбраться. В общем, в чём суть? В эти 10 лет очень важно искать работу, которая бы вас развивала. Например, очень легко устроиться официантом, но если ты понимаешь, что через 10 лет ты будешь точно таким же официантом и никак не продвинешься, то это тупик. Но если ты, например, хочешь условно быть журналистом, то лучше пойти на неоплачиваемую стажировку и быть стажёром какой-то крутой редакции, чем быть официантом. Да, ты ничего не будешь получать, но ты сможешь продвинуться по карьерной лестнице в течение какого-то периода времени. Да, это займёт чуть больше, да, это будет неприбыльно, но именно для тебя лично это будет важно, потому что потом к 30 годам ты сможешь именно в деле, которое тебя вдохновляет, вырасти. А если ты так и продолжишь работать официантом, да, ты будешь зарабатывать какой-то период времени, но потом ты так и останешься внизу, то и ничего не достигнешь, потому что нужен рост и нужно расти именно в той сфере, которая тебе нравится. Не нужно обмениваться на какие-то подработки, которые тебя никак не развивают. Это именно та концепция, которая закладывается в книге «Важные годы». Также в этой книге есть раздел про семью, про вообще твоё окружение, которое также влияет на тебя, на твоё развитие и на то, каким ты будешь и случится ли у тебя кризис среднего возраста, 40 лет, когда ты поймёшь, что ты ничего не достиг. Это важно. Важно это понимать, но тем не менее лучше прочитать эту книгу. Автор классно описывает, и она читается очень легко, точно так же, как и все предыдущие книги, они читаются очень легко, потому что написаны без большого количества каких-то терминов. В основном на опыте тех людей, которые прожили данную ситуацию, это либо авторы, либо в случае с книгой «Важные годы» это она реально описывала истории своих пациентов, просто изменяя какие-то данные вводные, но в общем и целом это было полностью основано на её практике. Поэтому это очень-очень крутая книга. И в принципе это была последняя пятая книга, которую я хотела с вами поделиться. Надеюсь, что это видео вам понравилось, потому что мне было очень и очень важно рассказать вам об этих книгах, потому что они мне очень и очень нравятся. Поэтому если вам тоже они понравились, то обязательно прочитайте их. Я оставлю ещё раз список всех книг внизу в описании, чтобы вы могли сориентироваться, их найти. Ну и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Мне это будет очень и очень приятно. Ну и большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Нюта. Всем пока-пока.